Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. У митрополита Вениамина Федченкова есть замечательная книга о вере, неверии и сомнении. Если с верой и неверием нам примерно все понятно, что мы рассматриваем их как некие антонимы, то с сомнением часто возникают вопросы. Часто приходится и на исповеди в том числе слышать «Батюшка, я сомневаюсь» в тех или иных вещах. Вот о природе сомнения хотелось бы сегодня поговорить в нашей передаче с нашим православным экспертом, отцом Дионисием Кузнецовым, настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Умиления. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну вот, опять-таки, я вначале уже резюмировал, вернее, обозначил наше проблемное поле. Действительно, очень часто для человека сомнения, которые возникают в его сердце, в его душе, пугающие. То есть человек начинает страшиться вот этого чувства, он пытается его где-то в себе подавить, куда-то его в дальний уголок своей души запихнуть. И часто некоторые даже и священники, в том числе, очень сильно ругают людей, которые вдруг, ну, начинают задавать какие-то недоуменные вопросы, и недоуменные вопросы, касающиеся не только духовной жизни, а вообще, в принципе, Бога, того, как мир устроен и так далее. От священника очень часто там можно услышать некое такое назидание, что, мол, прекрати эти вопросы себе задавать. Так вот, сомнение. Какова его природа вообще в человеке? Давайте, может быть, сначала с этого разберемся, потому что, может быть, уже это будет ответом на тот вопрос, является ли сомнение грехом. Сомнение, безусловно, не является грехом, но оно является следствием греха. Из-за того греха, который, в принципе, изменил человек, человеческую природу. То есть нам легче стремиться к соблазну, чем бороться с ним. Вот. И вот эта поврежденность человеческой природы, она заслоняет нас от Бога. Мы не знаем истину. Мы ее ищем или не ищем, но мы ее не знаем. Во всей ее полноте мы не способны получить в жизни своей ответ на какой-то главный внутренний вопрос раз и навсегда. Это касается не только веры. Это касается и вполне научных каких-то объяснимых вещей. То есть ученые, настоящие ученые, они говорят, что любое новое открытие порождает волну новых вопросов. Настоящий ученый всегда скажет, что я знаю, что я ничего не знаю вслед за древним мудрецом. Вот. А тот человек, который говорит, что я знаю все, он сам себя обманывает. И поэтому сомнение — это как раз следствие нашего несовершенства. Человек несовершенен, и поэтому он сомневается постоянно в себе, в других, в Боге, в его существовании. Вот. И поэтому, когда человек убежден, что Бог есть, здесь очень важно, убежден, потому что он видел Бога лицом к лицу или видел его действие, которое именно божественное. Да, почему Авраама называют отцом всех верующих? Он поверил Богу на слово. Не Ноя, не Адама. Адам беседовал с Богом лицом к лицу. Ной видел силу Божию. Бог сказал будет потом, и вот он как вот сказал, так и было. Все, вплоть до технических подробностей устройства ковчега. Да? Божие откровения. Здесь нельзя сказать, что он верил в Бога. Он знал, что Бог и есть. И слово его не ложно. А вот Авраам, он действительно отец всех верующих. Бог является ему, и причем не лицом к лицу, а как некий голос. Да? А голоса могут быть разные. И Авраам наверняка тоже это знал. Уже тогда человеческую природу. Иди в землю иную, из земли отца твоего, и там я от тебя произведу народ великий. И он долгие годы скитается по чужой земле и не видит исполнения обещания. Он поверил Богу на слово. И долгие годы продолжал. Даже когда сын родился, он... Там было еще одно испытание веры его. И он снова верит Богу на слово. И поэтому мы его называем отцов всех верующих. И поэтому вера это именно то, что так дорого Богу. Вера не как вера в бытие, а доверие. Вот здесь очень важно. Потому что большинство людей, христиан, которые верят в существование Бога, тем не менее далеко не всегда ему доверяют. Да? Господи, за что мне это? То есть ты что-то неправильно допустил в моей жизни. То есть недоверие Богу. Да? И вот поэтому Богу драгоценно наше доверие, когда мы Ему доверяем. В смысле верим на слово только лишь. А доверяем Ему как Отцу опять же. И поэтому, когда Христос обращается к ученикам, знаменитая история с апостолом Фомой. Он говорит, блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны. Что такое блаженство для христианина? Блаженство — это состояние вот той самой радости, которая не от конца, как сказал Христос. Да? То есть состояние, то доверие, которое рождается от любви. Не от подчинения авторитету, а от любви. Когда мы отправляем своего ребенка в первый раз в детский сад. И ребенок возвращается нам и говорит, или в школу, например, говорит. Учительница говорила мне так-то. А ты, папа, мне говорил вот то-то. Почему ты мне врал? И у нас сразу, а почему ты поверил там учительнице и воспитательнице в этом вопросе? А не мне. Ты человек увидел в первый раз в жизни. Сегодня на уроке или там сегодня в детском саду. И вдруг ты говоришь, что я тебе врал все эти годы к какому-то там вопросу. Да? То есть именно доверие. Да? И то же самое история с Адамом и Евой. Бог не мог показать, что такое боль и страдание Адаму и Еве. Он мог попросить их довериться. Не ешьте с этого дерева, иначе смертью умрет. Они не знали, что такое смерть, боль и страдание. Но они могли поверить Богу на слово. Отцу поверить на слово. И вот это доверие. И мы все, что мы говорим о сомнении, это попытка найти то доверие, которое в себе самим к Богу, как к отцу, к церкви, как к видимому проявлению Бога в этом мире. Он сам говорит так, да? Что церковь, для человека действительно как икона. Да? Мы не видим Бога, но есть образ Божий на иконе. И взирая на образ, мы умом возносимся к первообразу. Точно так же, слыша свидетельство церкви, мы возносимся к тому умом, доверием, сердцем, разумом, к тому, кто через церковь нам дает о себе узнать. И поэтому сомнение, оно с одной стороны естественное, с другой стороны источники этого сомнения, они могут быть не только в самой человеческой природе. Церковь православная говорит о том, что в духовном мире есть два полюса. Есть Бог и есть духи зла, которые не изначальны, ибо христианство отвергает дуализм и изначальную природу зла. Но тем не менее, ангелы, свободно выбравшие зло, падшие ангелы, они обращаться и влиять на человека точно так же могут. И поэтому те мысли, которые есть в нашем разуме, движение чувств, которые есть в нас, не всегда наши, собственно, человеческие. Иногда это действие Божие, голос совести, например, когда человек чувствует, что он неправ. Или когда с человеком случилась беда, и к нему приходит утешение. Он не знает, он только что был раздавлен, сломлен, произошедшим с ней бедой. Потом вдруг кто-то как будто взял его за руки и выводит его из этого состояния. Человек час за часом, день за днем все легче себя чувствует. То есть голос совести, голос утешения, голос Божий в человеке. А бывает, что человек зло в нем вспыхивает. Или приходит по мысел осуждающий. То есть человек видит другого человека согрешающего, поступающего неправильно. И он может к этому же по-разному отнестись. Он может оправдать человека, а может осудить. И вот откуда приходит вот это рассуждение к нам? Рассуждение, что этот человек наверняка злой. Раз он поступает по-злому, он злой, он негодяй. Для него зло свойственно. Он такой. Он пьет, потому что он пьяница. Он ворует, потому что он вор. То есть вот это осуждение. Поставить клеймо, ярлык. Заслонить этим ярлыком самого человека. И его суть, и его многообразную жизнь. Почему человек это сделал? Почему он это творит? Да, если человек не ищет истины, а хочет закрыть для себя вопрос, то чаще всего он верит самому простому негативному вот этому помыслу, который внутри в нем. И то же самое с сомнением. Это сомнение приходит к человеку, как змея обращается к Адамуи. А правда ли, что Бог запретил есть со всякого дерева растущего в раю? Начинает издалека. И здесь то же самое. Точно ли Бог любит тебя? А точно ли он есть? Вот эта вот мысль, которая присутствует в нашем сознании. Мы не всегда, особенно если у нас нет опыта, мы способны отсеивать одно, где наше человеческое, а где внешнее. И поэтому в Священном Писании потом вслед от сами аскетами оставили руководство. Не всякому духу верьте, но испытывайте духа. Точно так же помысел приходит к монаху, отшельнику о чем-то. Соответствует ли он? Божье слово и опыту праведников. Принимаем. Нет, не принимаем. Просто у нас нет навыка, к сожалению. В обычной нашей мирской жизни у нас нет навыка рассуждения. Мы принимаем мысли, которые нам транслируются в СМИ. Мы принимаем слова и мысли суждений, которые транслируются нам от окружающих. И то, что у нас в голове происходит. Человек часто говорит, ну я же этого хочу, я же не могу от себя никуда деться, когда он оправдывается. В этом смысле, наверное, можно было бы книжку тогда, вот если бы Вениамин, митрополит Вениамин жил сейчас, можно было бы назвать о вере, легковерии, наверное, неверии и сомнении. Появился, да, действительно какой-то промежуточный этап такого легковерия, когда все воспринимается за чистую монету. Абсолютно весь поток информации, который течет в человека, абсолютно критически не обрабатывается. Ну, здесь вопрос в том, что человек действительно верит в то, что хочет верить. Поэтому он бывает критичен, критичен к тому, что не укладывается в его систему обычную в жизни. И приходит информация о том, что вот этот человек, которому привык он считать злым, совершил что-то доброе. И он может не принять этого доброго в человеке, просто потому что он привык думать о нем как о злом. Это, наверное, просто он показывает себя, пытается скрыть свою злостную сущность. А когда мы говорим о христианском восприятии, есть удивительная фраза у одного из преподобных «Все люди добрые, а остальное искушение». Это как раз человек говорит не просто какие-то красивые слова. Это тот способ, которым он сам себя приучил мыслить. Это тот способ, который помог достичь ему вот этого преподобия. Отношение к людям. Ищешь прежде всего доброе в людях. Ищешь, находишь, а остальное учитываешь, не закрываешь глаза на недостатки человека. Ну вот, что он там, допустим, склонен к тому-то или к тому-то. Ты просто это учитываешь, чтобы не навредить ему и окружающим. Ты это учитываешь. Как мы учитываем, что наш ребенок слаб еще, он на ногах нетвердо стоит, мы его поддерживаем. Или еще что, мы сразу не отпускаем его в открытый мир. Мы это учитываем. Но для нас самое важное, кем он может стать. И что сейчас в нем уже хорошее есть, прекрасное в нашем ребенке. И мы даем этому развиваться. А не говорим, вот, ты не твердо стоишь на ногах, все, нет в тебе жизни. Да, Квитяна? Нет, мы верим в лучшее. И вот поэтому привычка верить в лучшее в людях, она на самом деле, это упражнение духовное, аскетическое. Вот. И поэтому Бог, он добр к человеку, и он верит в лучшее. И мы с него берем пример. Вот. И поэтому, когда в нас есть сомнение какое-то, мы не должны его от себя гнать. Мы должны его в себе проговорить. Если не получается с кем-то проговорить об этом, с человеком, который неравнодушен к этим же вопросам. Да? То есть тоже человек верующий, как и ты. И он хочет точно так же достичь соединения с Богом, встречи с ним. И вот ты обсуждаешь. А я не знаю, есть ли Бог. Иногда я не чувствую его. Да? Читаешь опыт святых. Оказывается, они через это проходили. И опыт не только древних подвижников, но и нашего времени, обычных христиан, когда там одна монахиня пишет. Что в ночь после пострига, когда ее ставили в храме, она вдруг поняла, что Бога нет. Она приняла постриг и приняла его с радостью. С огромным воодушевлением. Она хотела, она стремилась. Она два года к этому шла и, наконец, приняла постриг. Изменила свое состояние. И тут вдруг, в ночь в храме, она понимает, Бога нет. Вот нет его. Она, это вот изнутри, вот такое ощущение. И что же я наделала? И я теперь всю жизнь должна буду лицемерить. Жить жизнью не просто верующей к монахине, которая должна быть верующей, которой никто не позволит иметь хотя бы тень сомнений. И вот она эту ночь прожила как в аду. Да, потом это состояние прошло, она снова обрела, не сразу, но веру в Бога. И когда она стала делиться этим, она не боялась об этом говорить. Она не замкнулась в себе. Она поговорила с теми христианами, кому она доверяла. И они не могли ее рациональным аргументом сказать, как ты, что Бог есть. Нет таких аргументов. Нет абсолютных доказательств бытия Божия. Нет абсолютных доказательств его отсутствия. Это именно вопрос веры. И поэтому, когда она смогла сначала довериться близким людям, которые сказали, это бывает. Это бывает. Ищи, найдешь. Ищи, стучись, зови. Он откликнется. И он откликнулся. Однажды она снова обрела ту горячую веру, которая привела ее к пострюгу. Вот так. Ну вот и хотелось бы такой вопрос задать. Может быть, он достаточно сложный. И может быть, не в рамках столь короткой передачи. Но вот мы уже сказали, что сомнения, между прочим, сомнения — это в том числе и форма выстраивания различных научных открытий, научных гипотез. Человек собирает, ученый сначала собирает какие-то данные, формирует какое-то представление о предмете, а потом сам же вдруг включает механизм сомнения для того, чтобы понять, насколько его система представлений выстроена идеально. В этом смысле, конечно, сомнения для христианина, если это не просто, ну, так скажем, тупой нигилистический скепсис, да, сомнения вообще, в принципе, во всем всегда, и вы меня ни в чем не убедите, и хоть как приплясываете, вот вам ничего мне не доказать. Вот. У меня на все свое мнение. А вот именно сомнения в значении как формы поиска истины неуклонно вызывает вопрос Пилата. Что же есть истина? То есть вообще, в принципе, истина сейчас не как философское понятие, я вот немножко уточню, вот у отца Павла Флоренского есть, не совсем я с ней согласен, но интересная этимология слова истина, он ее производит от слова есть, от глагола есть, истина. То есть истина это то, что реально, то, что есть. Не совсем я согласен с отождествлением истины и реальности, потому что часто мы, наоборот, истина это какой-то кусочек реальности, но не вся реальность. Вот что для вас истина? Вот как вы это для себя определяете, может быть, или, может быть, где-то встречали у святых отцов? Ну, на самом деле, конечно же, об истине говорится и в самом Евангелии, когда Христос говорит, что Он есть истина. И мое восприятие этого именно такое, что Бог, Он есть ответ. Ответ на наш вопрос. Все вопросы, какие они есть, и вопрос нашей жизни. Да, вот есть вопрос мое детство, есть вопрос моя любовь к людям или к конкретному человеку, к моей жене или к моему ребенку. Есть вопрос моя вражда с кем-то, да, или с чем-то внутри себя, вовне. Почему? Есть вопрос болезнь, боль, страдания, свои или чужие, беспомощность. Это же тоже вопрос. Почему? Как? Вот. И есть вопрос смерти. Да, что это такое? И вот Бог, Он ответ на все вопросы. Он истинна об этом, обо всем. И поэтому, когда мы говорим, что есть истина, истина – это та вселенная, которой человек может прикоснуться. Человек, по учению церкви, он сам является вселенной. Огромной вселенной, в которой есть много всего. Вот. Но он может соединиться с той вселенной, которой является Бог. Той вселенной, которая не ограничена ничем. Да, вот ученые физики говорят, что наша вселенная, она имеет какие-то предположительно границы, за которыми нет ничего, не в смысле пустота, а просто ничто. Да? Вот границы вселенной. А вот Бог, Он бесконечен во всех смыслах, насколько мы же не можем принять этого. Почему Пилат и говорит, что есть истина? Потому что истина, она предполагает, как философская, опять же, категория, всеобъемлющность. Да? Вот. А человек не может такими мыслить категориями, допустим, бесконечности. Мы не можем, как это... Как временные существа. Да, да. Потому что мы живем в... То есть мы живем в рамках каких-то отрезков, и поэтому нам трудно это в себя поместить. Бесконечность, вечность. И поэтому, конечно же, тогда, когда человек ищет истину, он не должен ее уподоблять себе. Вот этот постоянный антропоморфизм. Да? То есть мы меряем все своей человеческой линейкой. Вот. И поэтому древние боги, римлян или греков, они антропоморфны, они человекоподобны. Они точно так же враждуют, ссорятся, воюют, убивают друг друга, изменяют друг другу. Как люди. Только они кое-что умеют, что людям недоступно. Вот. И точно так же мы пытаемся мыслить и о Боге, о Христе. Что он точно так же подобен нам. Подобен, когда мы говорим о доброте, о любви, мы говорим, но я же люблю своих детей. Почему вот если я Богу ребенок, почему он меня не любит? Почему вот я же всегда позабыщу, чтобы он был в безопасности. Чтобы у него все было хорошо. Чтобы он имел все, что ему необходимо. Почему Бог мне не дает, если он называет себя отцом? Почему? Это попытка того же антропоморфизма. Да? То есть если мы пытаемся представить себе Бога как родителя в земном смысле, который заботится, чтобы его потомство ни в чем не нуждалось, то Бог, он не такой. Он совсем не такой. Он другой. Какой? Мы можем узнать только тогда, когда достигаем нравственной, опять же, чистоты. Это условие не просто спасения. Это условие здравого видения. Апостол Павел говорит, мы сейчас видим, как через тусклое стекло. Грязное. Да? Вот вы когда приходите в дом, в котором давно не убирались, и вот вы смотрите на солнечный свет сквозь грязное окно. Вам хочется его протереть. Чтобы солнечный свет был чистым. Незамутненным. И вот точно так же нам нужно заботиться о своей душе, как козырое то же самое и стекло, и оно заслоняет нам видение истины. Истины в Боге и истины о мире и о себе, как Бог нас устроил. Ну, в этом смысле, конечно же, сразу вспоминается заповедь блаженств. Да, блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Действительно. Да. Это условие такое, необходимое. Необходимое условие для того, чтобы разглядеть Бога в своей жизни, для того, чтобы действительно очиститься от различного рода сомнений и некой даже дуальности, да, в своей жизни, когда я одновременно верующий и неверующий, да, то есть верующий и сомневающийся, вот, это, как сказать, рецептура в очищении собственного сердца. Собственно, получается так, что сомнение, оно как раз и исчезает, если правильно человек работает, правильно исчезает только одним способом, когда человек достигает вот той самой чистоты сердца, да, чистоты в помыслах, в поступках, он становится другим. Здесь нужно понимать, что это не какое-то вот такое гигиеническое понятие чистоты души, да, что вот мы должны все-все-все грехи там поисповедовать, все-все-все рассказать на исповеди, мы будем чисты. Нет, это качественное изменение, человек становится другим, неспособным. Да, то есть кто такой праведник? Праведник – это тот человек, который не способен творить зло. Не способен физически. Вот вы способны совершить убийство? Нет. То есть физически для вас это возможно, нравственно недопустимо. Внутри есть барьер, что угодно, против убийства. Но, к сожалению, не всякое зло для нас нравственно невозможно. Есть злые поступки, которые мы не хотим делать, но все-таки делаем. Да, то есть для нас это снова и снова допустимо. А праведник – это тот человек, который достиг такого состояния, когда для него не только убийство, а любое зло, нравственно невозможно. А добро – абсолютно естественно. Для вас есть добрые поступки, которые вы совершаете абсолютно естественно. Вы вежливы, уступаете место пожилым, поддерживаете немощных. И вы в конце дня не считаете, сколько раз вы это сделали. Потому что для вас это абсолютно естественно. Но, к сожалению, не всякое доброе дело для нас естественно. Для каких-то добрых дел нам нужно себя подталкивать, побуждать. Я должен это сделать, это правильно. А праведник – это тот человек, для которого добро любое. Оно естественно. Простить, не осудить, не лгать. И естественно. И именно поэтому этим добром и не гордится. Именно потому, что оно для него естественно. Он не видит, а что я такого делаю? Я ничего обычного. Это единственный возможный способ, которым я могу жить. Спасибо, отец Дионисий. На сегодня наша передача тоже заканчивается. И тоже, опять-таки, подытоживая. Говоря о сомнении, оно не всегда является грехом. В каких-то ситуациях, конечно, сомнение является греховным. Тогда, когда, как я уже сегодня говорил, что оно является просто таким формой мироощущения, мироотношения. Просто скепсис ко всему. Причем мы сомневаемся не только в наличии, в бытии Бога. Мы сомневаемся в людях, мы сомневаемся в себе, мы сомневаемся еще в каких-то вещах в том, что мир устроен правильно и так далее. Но есть сомнения со знаком плюс. И вот мы сегодня попытались об этом сказать, и сегодня в передаче это в том числе прозвучало. Что мы должны ставить под сомнение? Мне кажется, самым главным образом мы должны ставить под сомнение свое представление о Боге. Действительно ли оно верно? Вот то, как я себе Бога представляю. Не только, что есть Он или нет, а то, как я Его себе представляю. Вот в том значении, как ученые ставят под сомнение собранные им данные и выстроенную собственную гипотезу. Вот это вот сомнение полезно, потому что иногда действительно Бог выше наших представлений о нем. Он действительно иной, как сегодня сказал отец Дионисий. Будем искать истину, будем искать Бога таким, каким Он и представляется самим по себе. Храни вас Бог. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»